Территория ЗДК трактора строителей, что в Новоюжном районе столицы, скоро кардинально изменит свой облик. О том, что роща уже давно перестала быть местом отдыха, говорят и местные жители, и архитекторы, и власти. На этой неделе здесь началось строительство республиканского кадетского корпуса. Уже через 13 месяцев здесь должно вырасти здание кадетского корпуса. Оно рассчитано на 400 мест. Стоимость строительства 630 миллионов рублей. Строительные работы ведет фирма Старко. В июне компания выиграла аукцион, и слухи о ее банкротстве сильно преувеличены. Банки подтверждают надежность компании. Мы 27 июня подписали госконтракт после аукциона. И действительно, к 1 сентября 2018 года здесь уже сдадим основной корпус кадетской школы и представим для учеников уже место. Есть у нас доброжелательные конкуренты, которые работают, как говорится, не имея на это права, пытаются что-то делать. Имея миллиардные обороты, за 300 тысяч банкротом не сделаешь. Территория ЗДК трактора строителей – головная боль в течение последних нескольких лет не только городской администрации. Каждый вечер здесь собираются пьяные компании. Что они после себя оставляют, нетрудно догадаться. Местные жители уже просто боятся здесь гулять. Строительству и будущему преображению заброшенного пространства они очень рады. У нас кадетской школы такой большой в нашем микрорайоне не было. И я считаю, что это очень своевременно, что начали такое строительство. И именно вот здесь, среди зеленых насаждений. Потому что вот эта территория, она была очень давно-давно заброшена. С 1982 года вот это вот, так оно не достроено, вот эти каскадные фонтаны. Здесь всегда собиралось очень много народу. А мы вот, мы здесь недалеко живем, мы очень часто ходили сюда убираться и осенью, и весной, и вот с общественностью. Тонны мешков вот этих выгребали, а люди все равно сюда шли. Мы здесь неоднократно проводили субботники, на самом деле. Это стало таким, наверное, можно сказать, излачным местом для жителей, может быть, окруженных домов. Постоянно здесь пикники. К сожалению, с такими негативными атрибутами этого, это и мусор оставлено, это и бутылки, и там пакеты всевозможные. И каждый раз, проводя здесь субботники, ну, минимум, как КАМАЗ, мы отсюда точно вывозили мусора. Причем, буквально там недели-две проходило. Если хорошая погода, то, в общем-то, здесь постоянно ситуация повторялась. Площадь леса на этой территории составляет почти 20 гектаров. В следующем году роща будет включена в федеральную целевую программу создания комфортной городской среды. После строительства на третьей территории высадят новые деревья и кустарники. Здесь появится новый современный парк, создание которого готовы поучаствовать сами жители. В этом месте пустыри. Пустыри. Это вот деревья, вот чуть-чуть с краю, вот видите, попадают. Вот это поросель, это, ну, малоценных, ну, там, ольха, осина есть, лещина, а даже американский клён, который надо обязательно удалять. Вот такие чуть-чуть только попадают. Ни одного ценного дерева я не увидел. Вот мы сегодня прошлись, дважды прошлись вот по кругу, и ни одного ценного дерева там нет. Разговоры о благоустройстве парка за Дворцом культуры ведутся давно. По первоначальному проекту архитектора Феликса Новикова это пространство должно было быть единым ансамблем. Дворец, фонтаны, парк. Но тогда, более 30 лет назад, реализовать эту идею не было возможности. Несколько лет назад архитектурное сообщество стало предлагать новые проекты. Игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Но от разговоров к делу так и не перешли. Только волонтёры и неравнодушные жители столицы несколько раз в год убирали здесь мусор. О том, что здесь планируют построить кадетский корпус, стали говорить в начале весны. Сначала архитекторы были согласны, а затем стали критиковать проект и вообще решение о строительстве школы. К примеру, Станислав Удяков на заседании градостроительного совета Чувашии, который прошёл 28 апреля, положительно отозвался о проекте. В распоряжении редакции есть протокол заседания. Как и полагается, в нём чётко зафиксирована позиция каждого архитектора. И что все они дают добро на строительство. И отмечают, цитата, «кадетская школа на данном месте – более значимый объект по своему статусу. Поэтому место для размещения школы в центре жилого района выбрано удачно». Конец цитаты. Однако уже в начале июля в эфире программы «Приложение силы» Станислав Удяков сомневается в целесообразности строительства. Но это уже его личная история. На строительство корпуса в бюджете республики предусмотрено 300 миллионов рублей. Финансирование на строительство кадетского корпуса в бюджете Чувашской республики предусмотрено, на республиканском бюджете. На этот год 329 миллионов. Остальные деньги будут в 2018 году, на следующий год. Рядом с кадетским корпусом будет и большое спортивное, и футбольное поле, и хоккейная коробка, волейбольные и баскетбольные площадки, легкоатлетические и беговые дорожки. А в 2019 году построят и Ледовый дворец. Стоимость всего комплекса – более миллиарда рублей. В конце июня подписаны четырехсторонние соглашения о строительстве корпуса. Подписи поставили министр обороны Сергей Шойгу, полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель группы компании «Ренова». Виктор Виксельберг намерен вложить в строительство корпуса частные инвестиции. Финансовую поддержку окажет и в штабе вооруженных сил страны.